В связке трех сил, может ли Россия со временем встать на место хитрой обезьяны, занятая сейчас Китаем? И как этого достичь? Ну что ответить, сможет ли Россия встать в позицию хитрой обезьяны? Нет, не может. Дело в том, что русская душа широкая, она не хитрит. Нет, русский человек простодушен, он и великодушен, поэтому это невозможно. Вот эта хитрость, которую китайцы отрабатывают в который раз, для русской души невозможна. Нам нужно сказать, что, и не политика об этом говорит, что как противостоять этой бесконечным пути хитрости? Хитрость обезоруживает искренность, но искренность без опора на силу, это сам себя обыграл. Ну, дурачок, чего делать. Поэтому победа России в искренности, обязательно опирающаяся на силу. В индустриальном обществе это была сила оружия, а в информационном обществе это сила теории. Эта теория выступает не политика. Я дерзко об этом говорю, потому что другой системы взглядов, родившейся в России, ни у кого не списанной, просто нет. Нет другой мягкой силы, которая способна обуздать дракона. А дракон будет бороться, понимаешь ли, с Америкой. И ради бога, значит, пусть они там чего хотят, то и делают. Вот, как хотят, так сказать, и строят свои отношения. Возможно ли привязать рубль к энергетике и природным ресурсам России? И что из этого выйдет? Это старый подход. Этим подходом, так сказать, заражена вся рациональная наука. Но это разговор о прошлогоднем снеге. Потому что, значит, бытие мое – это обмен веществ, энергией, информацией. Это не я. Это Институт философии, Российская Академия наук, академик Степин. Я это у него прочитал. Но вообще-то это не только у него, но кому положено, те это знают. Обмен веществ, энергией, информацией. В доиндустриальном обществе главным богатством было вещество. Это земля, угодья, зелёная масса урожая, то, что выросло. У кого больше, у кого меньше. По голове скота – это там, где степь. Это, значит, недвижимость. Вот где был богатство. И оно, это богатство, мерилось натуральными стоимостями. Золот. Золот натуральный. По голове скота тоже натуральный. Хорошо считаю. Потом пришла эпоха индустриального общества. Главным богатством стало не вещество. Главным богатством стала энергия. Эту энергию стали измерять нефтедолларам. И те, которые рассказывают, что давайте рубль привяжем, понимаешь, к энергетике. Доллар почему загнулся? Инфляция по доллару, понимаешь, в чём дело? Переросла уже к долге этой экономики долговой. И инфляция по доллару, она вот гиперинфляция по доллару запущена. Всё, конец. А почему? А сколько хотим долларов, столько напечатаем. Почему? Потому что вся энергия наша. Вот вся энергия на планете наша. А теперь шестой уклад. Новая энергетика. Бесплатная энергетика по технологиям Тесла. Это электроэнергия из среды. Она, её сколько хочешь, и она бесплатная. Ну, какая-то, конечно, технология извлечения этой энергии из среды что-то стоит. Поэтому, понятное дело, что какая-то будет цена киловатт-час. А ещё чего? Ну, молния. Вот молния бьёт, понимаешь ли, с плюс на минус. Она что-нибудь стоит, эта молния? Ничего не стоит. Это энергия, электроэнергия из среды. А Тесла научился, ну, он научился, у него там были, понимаешь ли, откровения, он там башен какой-то строил, там всё это делал. У него получалось, не осталось, или нам сказали, что не осталось, а ЦРУ, там тогда ЦРУ не было, ну, какие-то спецслужбы пришли, всё забрали. А дальше чего? Мартин Локхетт в 15-м году сказал, что есть технология управляемая ядерного синтеза. Она тоже бесплатная. Потом нам сказали, что эту технологию отложили на 15 лет до 2030-го года. А учёные говорят, давайте привяжем, понимаешь ли, рубль к энергии. А инфляция по рублю, привязанная к энергии, будет бесконечная. Почему? Потому что энергии сколько хочешь, она бесплатная. Поэтому невозможно. Из ваших лекций я узнал о шести мировых проектах. Скажите, они договариваются и синхронизируются, или происходит некая борьба при их реализации? Проекты договариваются, договариваются за кулисой, в тех самых клубах, форумах, Бельдальбергский клуб, Римский клуб, Довозский экономический форум, Петербургский экономический форум. Там идут согласования. Но согласования в заявках тех, которые исполнители, они зачастую не получают взаимопонимания. Почему? А исполнителям не сказали, исполнителям, вот этим главам государств и правительств, рулевым, понимаешь ли, транснациональных корпораций, им не сказали замысла. Поэтому они на своих интересах сталкиваются и искрят, значит, у них там происходит противоречие. Противоречие – это диалектика. Она двигает прогресс, а те, которые за кулисой, они про перемены, про возвращение на круги свои, круги свои элементы и линейный прогресс. Вот мы дошли, понимаешь ли, до чего. Вот до этого кризиса, системного кризиса индустриального общества. Поэтому вопрос о том, чей проект будет выигрывать, а тот проект, который дальше смотрит, у которого горизонт планирования дальше, и этих проектов два, у которых горизонт планирования 3000 лет. Это иудейский проект, но он даже не иудейский, иудей просто это, так сказать, рабочее тело, которое выполняет этот проект. Это проект вечного царства Израиля. И второй проект – это даосский проект, который называется «Великое единение» китайский. А они – бог. Это плюс и минус бог, как они. Это мужское и женское бог, как они. Они и будут выигрывать. Остальные, понимаешь ли, корячатся, чего-то, понимаешь ли, придумают. Но поскольку у них концептуальности своей такой длинной нету, там нет ценностей, потому что Вечное царство Израиля не на интересах, а на ценностях. Великое единение дату китайских не на интересах, а на ценностях. И когда у России, у матери, понимаешь ли, народов, семьи народов, появятся ценности в проекте, а не интересы, и тогда и мы сможем сказать свое веское слово и вообще, так сказать, внести что? Гармонию, троичную гармонию. Туда, где борьба противоположность. Вот китайцы с евреями, они договорились, а кто против? Против трансгуманизма. Это Новый Вавилон, Хамиты, Нимрад Хам. Вавилон, Хамиты, Новый Вавилон. Это американский, правильно? Европа это, понимаешь? Клаус Шваб, Папа Римский, Черный, Черные солнце иезуитов. У них кратенько очень по историческим меркам. Замах. Ну и у ислама. Ну, ислам когда? Седьмой век, вот и все. А у этих три тысячи лет. Кто будет выиграть? Ислам, что ли? Нет, это опять рабочее тело. Есть ли сейчас в России экономическая теория, которая позволит в короткий срок перейти нам на плановую мобилизационную экономику? Такая теория есть. Я изложил в книге «Кристалл роста» активист, бывший министр по развитию Дальнего Востока, автор Валдайской речи Путина. Ну, это одна из, так сказать, концептуальностей. Вот. Дело в том, что все это пустое. Все эти разговоры про мобилизационную экономику – это временное. Почему временное? Потому что все то, что берется от старого мира, оно, ну, прошлогодний снег. Ну, вот взяли, понимаешь, а он тает, все уходит. Почему? Новые энергии космоса, все по-другому. Все это отменяется, понимаешь, что было раньше. Ну, что-то можно, так сказать, сделать, там, каким-то образом, так сказать, применить. Почему? Потому что уж есть исторический опыт. А перспектива где? А перспектива – это гений Ленина! Это строй цивилизованных кооператоров. Строй цивилизованных кооператоров. А потом вопрос, понимаешь ли, богатство, измерение богатства и капитализация чего? В старом мировом порядке капитализировалась материальная составляющая богатства. А в информационном обществе надо капитализировать нематериальную составляющую богатства. И сколько неополитика и благология природного персонализма не рассказывает, как капитализировать время. Эти люди, которые стоят у рычагов, понимаешь ли, власти, у них ничего, кроме того, что они могут взять из старого, нет. А то, что старое – это прошлогодний снег. Галушка. Борисов. Вице-премьер. Это всё старое. Старое. На какой-то момент, понимаешь ли, преодоление кризиса сработает хоть что-нибудь, что ведёт к мобилизации. А дальше что? Вот этот вопрос – а дальше что? Ну, после победы в специальной военной операции. Что дальше? И это никто, кроме меня, политики не рассказывает. А что будет – возьмут, извратят, что-нибудь сделают. Не будь на то, господней воли, не отдали бы Москвы. А дальше что? Меня, как и многих других криптоэнтузиастов в России, волнует вопрос, что будет с криптовалютами в кратко- и среднесрочной перспективе. Я не специалист по криптовалютам. Дело в том, что криптовалюты, насколько я знаю, делятся на стейблкоины, под которыми есть материальная основа, привязка. И есть криптовалюты, под которыми только блокчейн. Что будет – жизнь покажет. Почему? Потому что те, которые имеют замысел ввести новые деньги, старые деньги – это золото, молодые деньги – это нефтедоллар, а новые деньги – это криптовалюты. Я думаю, что выдержат, так сказать, испытания не блокчейн, а стейблкоины. Это я так думаю. Почему? Потому что, значит, вечная ценность – это золото. А стейблкоины, они будут привязаны к натуральным стоимостям, измеренным унциями. А то, что связано с блокчейном, ну, будет, еще какое-то время будет крутиться, конечно. Или попытки будут крутить. Зачем нужна блокчейн? А куда девать этот пузырь? Пузырь долговой экономики. И куда? Вот туда. В этот, так сказать, в криптовалюты. И там он и… Вот туда их отправить, этот пузырь. И пузырь там крутится. Это способ, как не убить, понимаешь ли, все человечество, значит, вот в каком-то там революционном порызе. Вот это вот стейблкоины – это то, что будет двигать экономику. А криптовалюты с блокчейном – это куда будет отправлен вот этот вот долг, там, 31,4 триллиона доллара. Почему? Потому что биткоин привязан к чему? К доллару. Он не привязан к золоту. А стейблкоины будут привязаны к золоту. А золото оно весит. А там одни нули. Сколько хочешь нулей, столько и напиши.